МЕЛОДОЧИТ ЭТО ЗОВАТЬ Аккуратно! 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 Ну че, где та твоя машина для апокалипсиса? Да надо было мне в пенек, вон туда надо ехать! Их вон туда, туда поехали, отъезжай в пенек, там машина моя! Субтитры создавал DimaTorzok Я тоже напоказал! Все, ты что творишь? Глуши! Ты опять поднесло, Пашка, ты вообще еб***! Я же в лесу! Вылазь, ты что-то надел! Зовылазь, все дома оставалось, третий. Ёпросотэ! Засадили. Ты что? Ты дурак! Нам надо было тачку для апокалипсиса найти, которую мне мужик отдал. Так ты же сказал, что она где-то тут. Недалеко. Твоя машина это, для зомби. Не для зомби, а против зомби. Против зомби. Ну пойдем искать тогда её. Мне вообще сказали, что она застряла там. Где там? В грязи. Я думал, мы нашим шелби-каром достали её. Так сейчас мы, получается, не нашли ни ту, и что, и эту засадили? Как обычно, Павел и шелби. Нормально было, да? Нет, ничего не нормально. Да почему, почему, блин, ты когда за руль садишься, ты думаешь, что у тебя жизнь запасная есть. Ну потому что мы кто? Отворожки. Так, чё, куда идти, по-моему, вообще не понимаю. Мужик сказал, по колее надо идти. Колья есть здесь, здесь, здесь такая. Ну здесь, здесь такая бы, если бы я был оффродером, я бы тут не ехал, тут сухо. А вот я бы в лес мочканул. Так, слушай, у меня вообще ощущение, что тут уже лет сто никуда не ездил. Всё нормально. Ты, главное, смотри по бокам, по сторонам. Здесь, почва-то она, ну, мокрая. О, ни х**а. Смотри, какая большая лисичка. Тупой, это же, ну, это как его, подсолнечник. Это лисичка. Лисичку я видел, в магазинах продают. Во, видал, у всех лисичек такая штука. Пошли искать эту машину, где она вообще? А мы вообще знаем, где мы? О, смотри. Сюда, а он кто-то на машине, по-моему. Нет? Ну, иначе чё она такое потрёпанное, это? Или почему? Я, походу, нашёл. Чё? Пойдём. Куда? А, б**ть, вот! Нифига ты глазастый! Офигеть! Она вся ржавая. Дааа! Охренеть! Ёбарасы ты! Офигеть! Я тебе говорил, я тебе говорил, что это лучший проект, который мы за последнее время покупали. Офигеть! Он её три года собирал, и теперь она моя. Ну, если мы её из грязи, конечно, достанем, мы справимся. Спросить хотел, а он тебе реально просто так её отдал? Почему просто так-то? Я у него её купил всего за 100 тысяч рублей. Всего за 100 тысяч? Ну, да. С каких пор 100 тысяч это всего? У тебя так, чисто с собой было, и ты ему отдать решил? Да нет, зачем? Просто перевёл себе с кредитной карты Тинькофф Платину на свою дебетовую карту, снял наличные и заплатил мужику. Да ну, так просто и без комиссии? Ну, да. У карты там кредитный ремит аж до миллиона рублей. Условия там очень приятные. И кредитка эта супер удобная. Можно переводить на карты других банков до 100 тысяч рублей тогда, когда это тебе удобно. Именно поэтому услугами Тинькофф уже пользуются более 30 миллионов человек. Так много! И я, между прочим, в том числе. Ага, что ты затираешь-то? Я-то знаю, что за обслуживание вот таких карт надо платить. Да-да, деньги уходят и приходят. А вот бесплатное обслуживание кредитной карты остаётся навсегда. Вот правда, если ты успеешь оформить её до 31 августа, Пашка. И, кстати, друзья, мне вас так жаль, если вы наткнулись на этот видеоролик уже после 31 августа. Ага, я лучше подороплюсь. Если она реально бесплатна навсегда, я оформлю её прямо сейчас. Как это сделать? Переходи по ссылке в описании и быстрее оформляй. И вы тоже, друзья, можете переходить по ссылочке в описании, чтобы получить офигенские условия по кредитной карте бесплатно навсегда. И как я, покупать что захочется, когда вам захочется. Респект. Так что тачка-то уже наша, по сути дела, потому что денежки я за неё уже отдал. У нас сейчас задача, ну, довольно сложная. Надо её отсюда как-то вытащить. Потому что, как мужик сказал, он её засадил, мама, не горюй. Ну и посмотрите на эту кучу говна. Сиди туда глубоко. Ага. Смотри. Чё? У неё отвал есть. Это же, это же на самом деле, он мне ещё сказал, что это на самом деле реально рабочий автомобиль на случай зомби апокалипсиса. И он мне сказал, что это рабочий огнемёт. Ой. Я сейчас не верю, что на рабочий славка. Если, если эта штука будет поливать, и если с помощью этого отвала я буду рубить толпы зомби, то ты мне косарь. Прям толпы. Ну хотя бы одного зарублю точно. Давай им поджопник хотя бы. Я в зомби тоже верю. Куда ты пошёл? Помоги мне убрать ветку. Выйди, вон. А я-то тут при чём, слышишь? Больной. Я попросил тебя убрать. Походу это пьяница, говорю, сбил это дерево. Ты пьяница? Мы не достанем её отсюда. Почему? Потому. Смотри, как она сидит. Да ты размотал машину, я на ней планировал дёргать. Смотри, какое у неё рули. Офигеть, посмотрите, салон. О, какая кваказя, брат. А где ключи-то, ёпт моё? У тебя есть ключи-то? Нет, давай искать. Руль хороший, только маленький какой-то. Типа неудобный. О, запаска. Реально? Да, подвинет. Таких же? А, нет, там деревовый. А как она двигается? Изна. О, стой, смотри. О, ключи. Не до ключа. Это офигевший инструмент вообще. Может, это оружие? Это типа глаза выкалываются. Да нет, это типа инструмент этого. Во время апокалипсиса таким пользуются. Ну, у меня механик по жизни таким пользуется. Ключи-то где? Ни хуй, а? Это ключи. Смотри, какая здесь штука стрёмная. А там осы были. И здесь, короче, на ней ключи не сели. Да? Да. Как всегда, куча ключей. Угадай какой. Кстати, ребят, я честно не понял, что за автомобиль. Да, вопрос резонный у Пашки Шелби был. Напишите в комментариях, что за тачка. Типа, это как? Здесь написано ЛАДА. Вот, я что, удивляюсь. Написано ЛАДА на ключе. Но по факту это ни фига не ЛАДА. А тут все понятно же, как и с этими, с грибами. Это БМВ. Пашка, Пашка. Там, может, все заржавело уже. А, е-мое. Не знаю, пошли-ка, повод нету зажигания. Аккумулятор там может быть... Ого, смотри, что я здесь обнаружил. Опа, вот так вот можно этой штукой контролировать. Фара такая. Вот это, что? А, смотри. Да иду, иду. Я поднимаю отвал, короче. Опа. Прикольно. Вообще круто. Так мы сейчас так и выйдем. Вниз запускаем. А, в натуре мы сейчас разгребем. Да, давай. А-а-а. Во, 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 клемма скинута. Тайан, мужик-то бухал, походу. Ну а? Вот, светлая. О, в натуре. Сварено на совесть. Алкаш. О, фонарики горят. О, зажигание есть. Слышь, стартер-то не крутит. Может, по-другому как-то? А что ты выключил? Что-то работало сейчас. Может, вот это? Нет, что-то не то. Да, ничего не работает. Это дебил. Читай. А, м***ь, пуск в натуре. А, я... О! Гаску, гаску. Давай, давай. Это что, подсос? Подсос, точняк, точняк. П***ь, приключения бы не было, если все так просто было. Давай открывать капот, будем разбираться. Ну, давай. Понятно. О, тут так вот удобно. Главное в грязь не мотаться. Магниты. О, хэшбэх. Смотри-ка, что. Лежала здесь машинка. Ой. Ой, с***. Ты что, больной? Я читал просто, что написано было внизу бутылки. Аликс, зажигание есть? А как проверить? Там фонарик должен гореть. Вот смотри, сейчас. Появилось? Появилось? Зажибись. Зажибись. О, фонарик загорелся. Кнопок, может, они запускают? Нет, там этих кнопочек много всяких. Может быть. Ничего не происходит. О, закрутился вентилятор. Челкает. Это реле стартера, походу, сейчас. По нему ударить надо. Мне бабушка говорила. Все, что не работает, пи***й. Поэтому тебя лупасили каждый день. На пару с дедом, х**й мне. Напишите в комментариях, а ваша бабушка с дедушкой бьют вас? Я ударил по нему, проверяй. О, о, о. О, о. Нормально. Работает, вот так вот. Уже дело сделано, может, пи***ть. Босранец. Представь, я даже не могу, как дед здесь засадил эту тачку. Выезжай, выезжай. Дед не выехал, я выйду. Выезжай. О, фу, говно. Х**я. Х**я. Давай глуши. Надо выкапывать. Вот, блин, у нас был бы этот шелбикар, который ты умотал в трясине. Мы бы его сейчас достали, дернули. Пф, че разнылся, х**я. Не х**я делай, мы вытолкаем. О, в натуре давай толкай, а я показую. Ага. Че, за дебил меня решил взять? Да ладно, два для просто толком, слушай, она двигается, нет, она... раз, два. Три. Ну ты напрягись хотя бы. Я напрягаюсь. Ой. По смышку! Славян! Ты же знаешь, мне вообще, приходить не всем. ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ! Я подмышку, ну ладно, помылся. Ну да. Ладно. Друзим, я не честно. Ты что такое? Ты что? Ой, все, давай выталкиваем, поехали мыться. Натуре этой хуйкой занимаемся, мы сюда за машиной приехали. Я ее за столько сын взял, надо выталкивать. Как ее выталкивать-то, а? Ты думаешь, я думаю, сейчас как ее выталкивать? Нет. Она переднеприводная получается, да? А, кстати, да. Вот крутились передние глаза, где-то баран поехал на переднем блюде. Нет, тачка крутая, а базару нет. Ну, где-то баран. Смотри, видал? Шипы, короче, лопата. Лопата? Нам нужна лопата. Лопата, бля, в натуре. Давай, отковыряю. Я всегда с собой ношу ключ на 8, понял? Я твой понял, нахуй понял, понял? Что ты сказал? Ты хоть понимаешь, что это все будет запикано. Что это слово? Я твой понял, нахуй понял. Ага. Славко! А как так вообще получилось-то? А, ну, слушай, мне мужик этот рассказывал. Хотя, какой он мужик? Он уже дед на самом деле. Он, ну, честно говоря, я с ним один раз в жизнь не виделся. Он перхоть старая редкостная. Ну, честно говоря, старый урод. По-другому его не назвать. Он, по-моему, какую-то родственную связь имел с Блесничем из нашего прошлого видеоролика. Так вот. И, короче, любил он строить всякие внедорожные проекты. И очень он обожал вот этот свой автомобиль для зомби-апокалипсиса. Строил его там, делал, чинил. И катался на нем изредка по лесу. Вот, в общем-то, в очередной раз он выехал, катался, катался. Ну, и засадил как следует этот самый автомобиль для апокалипсиса. И что-то, я так понял, пытался, пытался, толкал, толкал. А потом что-то у него не получилось. Нервов не хватило у него на старость лет. Пенсия закончилась. Отремонтировать не на что. Ну, и позвонил он мне и продал. Ну, говорит, плохо ему было в тот момент очень. Дед-то умер. Дед не умер, он мне машину продал. Угу. В общем, одним словом, похотливый старикашка. Давай машину доставать? Давай. О, дед-то вообще продуманный был. А чего он сам-то не стал откапывать? На, держи. Так он старый, наверное. Дебил. Что, вот это надо все выкапывать? На твою очередь. Чего с тобой? Славяна, ты чего? Упал, что ли? Я пока тут работаю, он тут в грязи ковыряется. Ты вообще нормально? Ну, ну. Ну, реально говно воняет. Я говорю, вообще вонись от нее. А чего она говно воняет, чувак? Так там, походу, дед и остался. Нет, реально без прикола, он говно воняет. Эй, дед, ты думаешь, почему она так разлагается? Мне каша в словке такая была. Павел Шелби, мудак, придурок. Ненавижу его. Сейчас я ***, потом еще ему. Павел Шелби! Ааа, за***ался копать. Давай что-то подложим и попробуем выехать. Согласен. Ну, садись давай. А ты что толкать будешь? А что мне делать-то еще? Давай только нормально толкай. Ну, там, да, кнопка. О! Ох, блядь, блядь! Ни фига она идет! Ты этого не думаешь? Ни фига она злая! Ни фига она роет! Ты понял? Да, дед-то ее, короче, походу, как-то закастомил. Как вообще дед умудрился ее засадить? Ха, пьяный, может, был? Что, поехали хасанить? Там еще так-то шелби-кары спасались. Паяли! В дверь! Да куда, куда ты? Левее! Сейчас мы так же застрянем назад! Таня, очко, нет! Таня, очко, нет! Таня, очко, нет! Нет, 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 а что ты делаешь? У меня всегда все под контролем. Мы вскипели. Чего, нормально-то мы сейчас без тачки останемся, Мы столько усилий потратили, чтобы ее изли... Ааааь, гаечет! У-у-у-у-у-у-у! Вы опрес! Ну? Ха, ты чистый! Я в лужи помылся. Ладно! Сейчас возьмем трос отсюда и будем цеплять. С ха, и что делать? Аккуратно, Павел Шелби, только в натуре аккуратно! Ты знаешь, что делать, Славка? Аккуратно. Ну что, поехали! Амая, что хорошо? Так-то она просто сама выехала задним ходом по пенсии. Я создал чудовище. Это какой-то не просто против зомби-апокалипсиса, а настоящий монстр для оффроуда. Нет, дверь. Кстати, это про зомби-то. Касай, говори, а что? Это балабол? Нет, я тебе сказал, что я найду зомби, убью его. Зомби какого? Вот этого? Какого? Поехали, сейчас найдем зомби, я тебе покажу, что там настоящий огнемет, потому что это реально монстр с отвалом. Соглашаюсь только ради наших зрителей. Так бы я тебя послал уже. Пойдем. Поехали. Ну что, осторожно, Павел, зомби. Застрял! Помогай мне! Помогать надо Пашке, не умеет он ездить на таких аппаратах. Вот это жесть! Ой, ё-моё! Опять закипели. Что, вода есть? Вода есть. Вода есть, все нормально, в принципе. Все, две минуты и поедем дальше. Да как же это достало? Ехать никуда нельзя. Эти двигателя постоянно кипят, орут, перегреваются. Как же это заманало уже, если честно. Что ты хотел? Со всеми двигателями так. А мне, а мне это нравится. Ты что, больной? Не со всеми, вообще не со всеми. С электродвигателями такого вообще не происходит. Так если бы тут был электродвигатель, эта машина стоила бы не сто тысяч, а миллион. Это все потому, что в нашей стране электродвигателя не производится. Их везут из-за границы, и именно поэтому их стоимость очень огромная. Ну а тут я с тобой не совсем согласен. Чтобы двигателя действительно производились, нужно иметь у нас в России свою собственную производственную базу и инжиниринговую школу, что сейчас и делает компания Savlmash. И кстати, давайте-ка я вам расскажу про Savlmash. Ведь вы можете стать инвестором этого проекта. Акции, которые инвесторы получат взамен своих инвестиций, полностью отечественные и расположены на территории, предоставленной государством. Несмотря на качественную работу фабрики, фейков против этого проекта в интернете достаточно. Но организаторы не обращают внимания на хейтеров и продолжают результативно работать. Деньги в данном проекте не уходят ни на какие офшорные счета, а наоборот поступают оттуда, в Россию, от инвесторов со всего мира. Данный комплекс строится на народные деньги. И кто поддержит рублем проект сейчас, тот получит акции предприятия после его преобразования в ПАО. Причем по цене создания предприятия. Вы можете стать владельцем части эмиссии. Не просто до IPO или листинга, а до самой эмиссии. То есть на самых выгодных условиях. Правда, многие попали в лапы дезинформаторов и считают проект пирамидой. Что на самом деле очень странно. Ведь проект абсолютно прозрачен и уже на протяжении 6 лет отчитывается за каждую копейку. Например, налоговая Российской Федерации не раз возвращала Солуэлмаш НДС со стоимости закупки оборудования. Которое уже сейчас размещается в инжиниринговом центре. Всего Солуэлмаш получила уже около 200 миллионов рублей от налоговой. Это просто невозможно представить, если бы у предприятия было бы хоть что-то не так с финансовой отчетностью. В общем, переходи, Пашка, по ссылке в описании, изучай больше информации и становись инвестором будущего проекта. И вы тоже, друзья, можете перейти по ссылочке в описании и присоединиться к Солуэлмаш. Ну, что у нас остыла эта байда? Да, в принципе, да. Поехали. Павел, Шелби! Да! Павел, Шелби, ты как едешь? Я ж ничего уверен не видя. Я лучше сделал. Вот смотрите, как плохо было и как хорошо я сделал. Домаева? Ага! Езжай! Вот! 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 С*****! Чё, Дана, у тебя не едет! Тебя бутылку! Ой-ой-ой! Дальше! Дома! Дома! Аккуратно! 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 Ты чё? Ээээ! Чё-то у меня сломалось. Чё, Класс, постановился? Зомби увидел? Кстати говоря, нашим зрителям, наверное, очень интересно, чё это вообще за агрегат, откуда у нас он появился. Давай расскажем им об этом ближе к концу этого видеоролика, поэтому, если вам интересно, ставьте лайк и смотрите дальше. Чё, только ударило? Реально? Да. Ты, б*****! Тут-то сухо вроде бы, Павел Шелби, давай как-то уже сам дальше, а то у меня машина перегревается. Ну, давай, попробуем. Ну-ка, первое. Что-то, видимо, что сцепление, Славка, у нас. Дед-то, видимо, не менял его лет 50, сколько жил. Надо что-то думать. Сейчас что-нибудь придумаем. Проверяй сцепление. Поехал. Так, а так? Нет. А так? О, уже получше. А так? О, оставь так. Все, починил. А ты точно механик? Конечно. Аккуратно, Павел Шелби. Аккуратно. Привет. Привет. Эй. Эй. Да как-то. Послушай, да? Аккуратно. А, очевидно, что умеет. Ну, что так медленно доедем, Павел Шелби? Ладно, смеет. А-а-а-а. 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 Что ты остановился-то? Стопку. А-а-а. Я не проеду, и так у меня сцеплением беды. Давай я не буду рисковать лучше. Ты вообще отшкошник. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящий офрок. Офигеть. Зомби! Там зомби! Я что говорил, бацаны. Прямо! Чего ты вымотился? Заряжай гнимет. Включай гнимет. Как это работает? Я же не знаю. Да ты че? Да ты... Слезь! Да блин, быстрее, Паше, нужно активировать сначала. Паша! Сейчас я все включу, разберусь. А вы как-то активируете, подачу тукнуло. Вон она! Вон она! Давай, сгни его! Он уже здесь, сгнись, сгнись! Вздохни тут! Все, Браги, он лежит. Иди проверяй. Иди проверяй. Иди ты. Пошли вместе, задолбал. Блин, Славя, я тебе не верил. Я думаю, их не существует. Это реальный зомби, слышишь? Он сгорел. Зомби сгорел. От него уже мухи летают. А я же тебе говорил, а ты мне не верил. Да не трогай, он может тебя заразить зомби-вирусом. Шатай ему лучше. Проверь, живой нет? Вот так вот их надо проверять. Да ты чего? Он проснулся, сейчас разбудишь его. Он сдох. Точно? Да, я проверил, говорю уже. Ты что, дергается? Пи**ил, ааааа! Пи**ил! Он, дергается! Откачаем его, может. Чего я? Убивай, у**. Как? Да, зомби разобрались как. Блин, Славян, извини, что я тебя не верю. Вот что ты думаешь, этот лес очень опасный, здесь зомби много. Косарь, да хоть два, хоть пять. А, точно, косарь, косарь, я же и забыл. Ну, нет, аппарат-то что, вообще нравится в целом? Нет, аппарат пушка, вообще стоит 100 тысяч. А ты говорил, фигня, фигня, настоящий, реальный, единственный в своем роде, настоящая машина для зомби апокалипсиса. Но не для оффроуда. Но на оффроуде, да, что-то она не очень себя показала. Может протестим в городе? Пофиг, погнали, на мойку заехать надо. Мы правильно с тобой одинаково мыслим. Поехали по городу, Хасани. Черт, Пашка, ты не едешь совсем. Эх, я славку, я обсох. Бензин кончился, видимо. Мы чуть-чуть не доехали так-то совсем, мне охота сейчас за бензином идти. Ну да, лень, жарко еще. Может, толкнешь меня? Да мне радиатор свой жалко, давай я тебя затяну на тросу. Аккуратно, 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 аккуратно заезжаем на мойку. А-а-а. Сейчас будет у него дружба, давай. Да-а-а. Тамара, тамара. Поехали, аккуратно. Бензин, я хочу воздуху. Я хочу воздуху. Реально? Да. Ух, все равно. О-о-о. О-о-о. Сейчас помоем нашу малышку. Ну что? Турбо. Турбо-машина. Турбо. Значит, дырмана турбо. Ой, че ты здесь? Вот там, тут. Всю грязь надо убрать, да? Всю. Ты сам здесь врези. Эй, скупай обратно. На нашам путь. Нет, 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 нет. Это же жоп-то, блядь. Ну-ка, смывай с меня эту, блядь, она реально ждется. Продолжение следует... Ну всё, чистенькие. Нормально? Я считаю, вообще хорошо помылись мы. Короче, что-то у нас не получилось в городе похасанить, потому что сцепление так и не заработало, а на трассу, ну, сами понимаете, не очень интересно такое себе. Бензин сам себя тоже не зальёт. А, да, сцепление закончилось, бензин закончился, поэтому, короче, машинку к выезду в город надо подготовить. Причём интересный факт, что у машины есть все документы и номера, как вы могли заметить, так что это абсолютно как бы легально на ней ездить. Застраховать, в принципе, эту тачку, и даже если полицейские нас остановят, то мы им всё покажем, и они просто удивятся. Если вы хотите такой видеоролик, давайте набираем 25 тысяч лайков под этим видосом, и вы увидите продолжение с этим самым автомобилем для апокалипсиса, для зомби-апокалипсиса. Всё, короче, у него реально работает, всё хорошее, ну, дед просто, видимо, хасанил на этой тачке, и бензин закончился, и сцепление тоже. Кстати, спросите у тебя, вот игры зомби существуют, ну, а кто ещё существует? Ну, если честно, я где-то слышал, что существуют даже роботы. Ну, я думаю, это пи***ь. Думаешь? Мне кажется, роботы всё-таки могут существовать, и хаги-ваги. Вот по этому плейлисту могут они как-то существовать. Я раньше, когда магнитной рыбалкой занимался, я там столько всякого навидал. Даже хаги-ваги, болотных монстров. Это же не постанова была? Нет, всё было по-настоящему. Так и сегодняшний ролик. Всё это было не постанова. Не было никакой постановы. Ты же сам обосрался. Я зомби увидел, б***ь, первый раз в жизни. Ну, о чём я тебе и говорю. Ребят, если вам подобный контент нравится, если вы хотите больше испытаний вот такой вот прикольной тачки, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на канал. Чё-то вы как-то хило очень подписывайтесь в последнее время или много отписывайтесь. Не знаю. Ну и п***ь, в самом деле. Главное, ролики смотрите, ставьте лайки. С вами был я, Вячеслав Исмаилов, и вся моя команда Жизнь Вия. Кстати говоря, я его перестал говорить. Вячеслав Исмаилов или же Вия в начале ролика. Что х**а вообще? Это я согласен. Но прикол в том, что меня на улицах начали, знаешь, их называть? О, Жизнь Вия! А, Жизнь Вия! Фик с ним. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok